Всем привет! И с вами снова я. И да, я снова очень долго не выпускала ролики. И здесь у нас лежит эта Мара. И это ролик о том, что у меня появился новый ребор, бумажный, тоже такой большой, как она. Может, более-менее, немножко худой, но это вы всё увидите. И у нас появилась обновочка. Это вот такой костюм-недвижонка. Я его очень долго делала. Он у нас из очень плотной бумаги. И эта бумага, наверное, не жена. У неё было около пяти слоев. То есть два слоя обычной бумаги и все три слоя очень плотной бумаги. Но там произошёл один инцидент с водой, и она стала более-менее очень хрупкой и тонкой. Сейчас она у нас и крается, всё лежит в бутике, и распашонки у нас, в принципе, теплые, так что так можно. И у нас есть такая бутылочка, пока ещё нового реборка нет. Только так, что это его, как раз, ему где-то мне найти меньше месяца. А Тамаричке уже есть годик. И это, как считаю, её бутылочка. Здесь у нас две пустышки. Тут я убрала такую чёрненькую эту штучку. Такую штуку я убрала, и у нас просто тут пустышка с сердечками и навалённый медвежонок. А ещё, как я сделала здесь дырочки, я взяла дырокол и просто сделала дырки. Это у нас, я забыла, знала, как она называется. Сейчас прийдём к основному, к новому малышу. И вот его вещи. Это вот такая пустышка с машинкой. Это водик. Водик двоихсторонний. Извините, он держался здесь на клею, но очень недавно он разорвался. Здесь написано Саша. Это уже его имя. И сзади вот такой дизайн. Он у нас двоихсторонний. Антицарапки две. Двоихсторонние. Одна большая, двоя маленькая. И такие носочки. Синькие. Всё выполнено в синих тонах. И такая шапочка. Очень, по-моему, миленькая и красивенькая с облочками. Моя шапочка. И переходим к самому реборту. И да, вы как уже видите, он у нас тёмненький. Я расписывала его красками. Такие у него тонкие ножички. Равнение с моим пальцем. Он очень тонкий. И да, здесь есть такие приводы. Я брала, я не знаю почему. У меня нет каши. Я рисовала акварелью. Там необычная акварель. Там прилип, трассонет. Что-то такое. И мне надо было кое-что прикрыть. Я делала ему, так сказать, операцию. Кавычка. Ну, типа, это была операция. Я пристроивала руку. И я разрезала, добавляла новые кусочки. Там очень сложно всё было. И вышло то, что один кусочек кокен не совпадал с другим. Я начала всё корректором замазала. И сейчас корректор плохо работала. Раз, она уходила. И на нём не задерживалась. То есть, потому на нём есть изводы. Далее, вот, его подгрузник. Такий сбой. На малюн. То есть, с английского мальчик. И его животик. И да, животик был немножко быть красненьким. Может, сейчас немножко покажу. Вот его животик. Немножко красненький. А тут уже видно... Тут уже видно корректор. Вот его тельце. Здесь я, например, делала ручку. И здесь тоже. Вот такое его тельце. Немножко красненькое тут присутствие. Это его шейка. Немножко тёмненькое. И вот сам малыш. Это его шейка. У него зелёные глаза и тёмные волосы. И так он выглядит сзади. Сзади более прорисованные. Эти красные штучки. На ножках они тоже есть. Ручки. Мне... Я не понимаю, почему, но с чудового краска красная ушла. Так. Здесь таки мой мальчик. Очень миленький. И да. Вот сзади тоже памперс. Очень плохо видно. Но там очень много классных рисунков. Вроде бы фокус навелся. Как-то так. Сейчас я его полностью одену. Или даже... Я не буду робить видео более медленные. И покажу сразу с вами. И сейчас мы на него наденем шапочку. Мне не очень понравился... То есть... Мне понравился результат, но... И понравился, и нет. То есть... Мне немножко не понравилось так, как я намалевала лицо. Но это я уже заметила, когда он был готов. Сейчас я ему дам такую пустышку. Но это сделано о том, что там есть прорис, и он может брать пустышки. Все мои реборные есть мини-реборные. И он может брать пустышки. Они маленькие, меньше моей ладошки. И они тоже таким способом берут пустышку. Так надевать антицарапки. Все сделано в том, что я брала две детали. Спочатка вылила, потом вырезала. Брала бумагу. Малюй. Намалевала, ввела ручку. Намалевала немножко дополнительных детальки. И склала бумагу пополам. И это все вырезала. И склала бумагу пополам. И это все вырезала. И он у меня так выходит 2D. То есть двухсторонний, но он плоско. Взобьем. Так. Делали интугое. Сейчас наденем бодик. Немножко буду. А на ка сейчас. Все. Я очень быстро сбегала за клеем. И уже встыгла приклеить. И так раскрываем бодик. Не очень удобно на руках это делать. Мы немножко приподнимаем. Валантитарапка. Это ничего страшного. Кладем. Немножко приподнимаем. Затаскиваем под него бодик. Кладем на него. Самое важное, что просит здесь. Пустить его вниз. Вниз его немножко. И сейчас вот вбок. И почти так. Пустышка слезла. Ничего страшного. Ее можно поправить. Вот так. Сейчас я ему снова даму пустышку. Высоску. Все. Так, готово. И последний штык. Закрываем. Все. Теперь нам нужно надеть на него антицарапки. Антицарапочки. Антицарапки. Все. Одна надета. И другая почти тоже. Все. Две антицарапки надеты. Теперь сейчас нужно надеть ему носки. Как я понимаю, где правый и где левый. Там две вот такие штучки. Это левый. Для него это правый. И там, где такая штучка только одна Это для нас правый Для него левый Сейчас И так выглядит мой Александр И сейчас покажу Костюмчик Спечатку его нужно немножко покормить Снимаю пустышку И мне очень Потому что эта бутылочка Ему как раз подошла У него можно заметить, есть уже зуб Хотя меньше месяца Сейчас мне не очень хорошо Получится надеть этот костюм Мишка на рукоя, поэтому я вставлю на пол И вот Это на этом костюмчике У него пустышка С обмежонками И такой миленький костюмчик И под ним бодик И сейчас я хочу надеть его Александру Секунду И вот так на нем сидит Этот костюм, он на него очень большой И у него ручки Больше закипаются, чем у Тамары Поэтому они немножко выглядят Но я хочу сегодня воскресенье Я хочу сделать До вторника Ему тоже костюм Я думаю, что этот костюм Не будет костюм-видмежонка Это может быть обычный комбинезон Нет, это будет, да, костюмчик Но может быть обычный Просто синий Или просто белый А потом уже придумать какой-нибудь дизайн Потому что По моей идее Тамара у меня любит Бедмежон Бедмежон А он что будет любить, я не знаю В принципе, это очень банально То есть мальчики и машинка Но Во-первых, костюм-машинки не делаешь Да, можно так по середине нарисовать Он может любить котиков Но тоже не очень Можно Подумать Палку Тоже не то Все не то Ну я еще подумаю Подумаю, может Лев Лев А еще мне очень был похож Этот костюм на костюм Лева Тем, что Лицо-то Мэри И это Типа криво Расплику Лапки То есть очень Похожи на Льва Но Это Кстюм-ветмежон Это как стюм И на сегодня все Всем пока Это как стюм И на сегодня все Всем пока